Депутат-коммунист против коронавируса. Елена Хрусталева предложила спирт на работе выдавать. Это она как врач из лучших побуждений и чтобы соблюсти меры предосторожности, не позволить инфекции распространяться. Вот и нам интервью на камеру давать отказалась только на расстоянии. Этот спирт высокой концентрации 95-96% используется как антисептик. Это я имела в виду, потому что уже на протяжении полутора месяцев у нас в аптеках нет ни медицинских масок, ни антисептических растворов. То есть народ наш просто брошен, совершенно брошен в плане самозащиты от тяжелейшей вирусной инфекции. Но можно туда добавки какие-то присадить, например, глицерин или еще что-то, что не даст возможности его принимать внутрь. Сейчас такая мера, возможно и правда, будет полезной. При вирусе говорят, не касайтесь руками лица. Но поскольку это чаще всего почти невозможно, руки лучше дезинфицировать. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, это значит капельки вируса остаются здесь. Вот я сейчас пойду в аптеку для опроса, открою дверь и после этого нужно будет руки протереть по-хорошему. Скажите, сейчас антисептики остались какие-то в продаже? Без комментариев. А это и есть комментарий. Аптеки без масок и без антисептиков. А предлагала депутат Хрусталева раздавать тем, кто неизбежно много контактирует с людьми. Врачам, продавцам, кондукторам. На таком безрыбье активизировались блогеры, у которых свои рецепты есть. Что-то надо добавить в качестве увлажнителя рук. Также отдушка, чтобы не так сильно, не дико разило спиртом. Значит, в качестве спирта у нас может выступать этанол, этиловый спирт, самогон по сути, изопропиловый спирт, энпропанол и повидон-йод. Да что там блогеры, уже всемирная организация здравоохранения публикует свои рецепты изготовления антисептиков для себя и даже для производства малыми партиями. На Руси это традиционно называли самогоноварением. Тем не менее, вопреки поверьям, в период повышенного риска заражения нельзя употреблять обеззараживающие вещества вовнутрь. Большие дозы алкоголя снижает иммунитет, и человек, значит, вот, становится заложником этой ситуации, уходит в злоупотребление алкоголя, и ничего хорошего это ему не даст. Поэтому должен человек мобилизоваться, значит, посвятить себя совершенно другому, семейному, общению. Значит, скажем так, вот сегодня физкультурой обязательно заниматься в этом, не выходя из дома можно. Физкультура как раз иммунитет поддерживает. Лучше заниматься ею, чтобы во время всеобщего отдыха не прибавить работы еще и наркологам. А чтобы не распространять заразу, лучше из дома по возможности не выходить. Разве что за антисептиком к знакомому химику. Андрей Дриер, Илья Халяпин, День с толком.